Очередной груз гуманитарной помощи отправили из Карачаева, Черкесии нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В специальный военный транспорт перевозки загружены вещи первой необходимости, как одежда, спальные мешки, теплая зимняя обувь и медикаменты. Подробности у Алихана Лепшокова. С самого раннего утра в станице Староживой идет погрузка очередной гуманитарной помощи, которая будет отправлена военнослужащим в зону специальной военной операции. На каждую коробку клеят рисунок с изображением российского солдата на фоне гор, яркого неба и солнца. Автор работы – школьник из Урубского района. Наклейка будет напоминать военнослужащим об их родном доме. Хочется, чтобы эти рисунки дошли до солдат наших, мы их размножили. И хочется, чтобы на, как говорится, коробке, которая станет опорой этому рисунку, они смогли вырезать и оставить себе. И там, где они будут жить, рисунок будет им напоминать о доме, о том, что их помнят, верят в них и ждут их дома. И что именно дети – поколение то, за которое они сейчас и выполняют свою работу. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Иркенов подчеркнул, что по поручению главы республики ведется активная работа по дополнительному оснащению наших военнослужащих необходимыми вещами и что уже это не первый груз гуманитарной помощи, который будет отправлен участникам спецоперации. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят в СВО, помимо того, что, безусловно, дает Министерство обороны. Обратную связь мы получаем. Сегодня очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь, конечно, теплые вещи. Вещи первой необходимости – это и газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400. Теплая обувь, тактическая, зимняя. Мы ее закупили тоже больше 400 единиц. Также сформированы дополнительные индивидуальные наборы, куда входят рюкзаки, термобелье и балаклавы. В гуманитарном грузе есть и медикаменты. По словам Рустама Иркенова, все эти вещи будут доставлены и вручены нашим ребятам. В свою очередь военнослужащие выразили благодарность руководству региона за оказыванную гуманитарную помощь и поддержку. От лица командования огромную благодарность Тимирезову Рашиду Бориспевичу за огромную помощь, которую он нам оказывает в плане предоставления техники. То есть данный человек предоставляет и помогает нам всем, начиная от медикаментов нашим военнослужащим, нашим землякам, которые здесь служат у нас, находятся на СВО, и заканчивая вещевым имуществом. То есть все, что нам необходимо, у нас налажено взаимодействие с администрацией. Администрация входит в контакт, максимально помогает, очень хорошо помогает. Как отмечает исполняющий обязанности министр промышленности Республики Рустам Иркенов, данная работа ведется с партией «Единая Россия», с общероссийским народным фронтом и с движением «Мы вместе». Они всегда активно оказывают свою поддержку в подготовке к гуманитарной помощи. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.